Всех приветствую на канале Майя, моих подписчиков, гостей канала. Сегодня снимаю видео в таком необычном месте. Это рабочий стол, в обычном туалете все видео снимаются. Что мы тут делаем? В общем, обратилась ко мне женщина. С проблемой выходят из строя электроприборы и лампы освещения. В данном вопросе много видео снято, но все говорят такие методы, которые и не действуют. Ну давайте покажем, что сделал я. Еще раз всем привет. Это значит был в начале видео Стёб на моем видео, где я говорю про водосчетчики. Такой лайфхак. Лайфхак, если кто не знает, это такая хитрость, которая применяется в быту и полезна для большей части аудитории. Значит, это тоже типа такого лайфхака, своими руками. Все это бюджетно, вообще затрат ноль практически. Для начала я начал изучать эту тематику, когда у меня сгорел телевизор. Телевизор дорогой, хороший, сгорел. Значит, на телевизор я сам упустил, не поставил нормальный сетевой фильтр. Итак, я покажу, как сделать своими руками сетевой фильтр. Или можно просто сказать фильтр, да, в будущем. От скачков напряжений и шумов. Можно, конечно, купить сетевой фильтр и подключать через него ответственные электроприборы. Такие, как компьютер, телевизор и так далее. Но этим вы все не защитите. Посмотрев до конца этого видео, вы в этом убедитесь. Потому что сетевой фильтр, значит, удлинитель вот этот, его не везде можно использовать, в принципе. Итак, я предлагаю сделать простой сетевой фильтр. Это удивительно, как элементарно и быстро делается. Но это точно сэкономит деньги на покупку новых телевизоров, компьютеров и, самое главное, лампочек. Вы привыкли покупать каждую неделю лампочки? Я нет. Так как себе уже сделал, и этим хочу поделиться с вами. Теперь от слов, значит, к делу. Рассмотрим сетевые фильтры, которые куплены в магазине. Два у меня сетевых фильтра есть. Один за 500, второй за 1000. И есть удлинитель. То есть, вот три. Ну, по удлинителю и показывать ничего не надо. Это понятно. Вилка, провод и розетка. Ну, а сетевой фильтр, сейчас давайте посмотрим, что нам продают. Разобрал, значит, свой сетевой фильтр. Позиционировался он в магазине как сетевой фильтр. Стоил в районе 500 рублей в то время. Раскрутил, посмотрел, что здесь. Здесь, значит, видим предохранитель, кнопка включения и от варистор, который уже я сам поставил. То есть, ни какой-то, ни сетевой фильтр, обычный удлинитель. Так, ну, давайте откроем второй, значит, фильтр, который куплен уже не за 500 рублей, а за 1000. Давайте открыли, посмотрим, что у нас видим. Ну, да, тут поставили они такой варистор. И, в принципе, от предыдущей переноски ничем не отличается. Копия один в один. Копия один в один. Так, ну, кстати, тут еще какой-то элемент. А, нет, вот видим. Вот здесь конденсатор стоит. Вот. Небольшой такой. Но все равно это туфта. Здесь надо на более хороший конденсатор и катушку индуктивности поставить. То есть, от бросков напряжения эта переноска, я уже это называю не фильтром, а переноской, она работает. Но, а высокочастотные помехи, шумы, которые присутствуют все-таки в сети, если соседи подключают какой-то электроинструмент, там, я не знаю, даже, по-моему, бритву, все это я закручиваю. Этим я займусь позже, а сейчас мы переходим к схеме. И рассматривая эту схему, мы видим, как обязательный элемент, это V1-471 варистор. Параллельно подключается фаза 0. Дальше, вот здесь мы видим, стоит последовательно включенный дроссель. Дроссель включен и конденсатор. также резистор на 1 мегаом 0,5 ватт. Значит, в черном сетевом фильтре мы могли наблюдать вот этот элемент, конденсатор и резистор. но почему-то не было, видимо, это большого дорожания для производителя, не было дросселя. То есть, в принципе, надо поставить дроссель. Так, ну, по схеме посмотрели, теперь я специально, значит, как она в натуре выглядит. Он взял блок питания и срезал вот эту часть. Вот эта часть как раз и была с сетевым фильтром. И вот она как выглядит. Вот так выглядит сетевой фильтр. Вот, здесь фаза 0 подается, сразу стоит конденсатор. Это на 0,47 микрофарад, 270 вольт, два варистера, видите, дроссель и опять варистер. Также тут есть резистор. С обратной стороны видно вот такие дорожки. Как все подключено, все точно так же, как там на схеме зарисовано. Схему я положу в описании. Схему я выведу на экран и положу в описании. Вы с ним можете более детально ознакомиться. То есть, ничего сложного. Надо раздобыть или из сгоревших блоков питания, или вот у меня, к примеру, я взял за привычку отслужившие какие-то электроприборы. Вот видите, старый DVD-шник. Прежде чем его выкинуть на свалку, можно выпавить оттуда радиодетали. сложить все это аккуратненько коробочку и оно нам всегда пригодится. Вот видите, конденсаторов сколько выпаял тут. Все это нам потом пригодится, чтобы не покупать. Если все-таки вам не к спеху и у вас нету этих деталей, ссылки оставлю в описании. Значит, купить на Алиэкспресс. Там, по-моему, все по 10 рублей продается. Так, но по сетевым фильтрам понятно, ничего сложного. Вот так. Теперь, значит, по освещению. Несмотря на то, что нашим правительствам вышли законы по энергоэффективности, но это действует вне квартиры. Внутри квартиру тоже надо делать энергоэффективной. Проблема с этими лампочками заключается в том, что наши сети не совсем подают качественную электроэнергию. У нас есть скачки, броски напряжений, повышенное напряжение. Этим и пользуются производители вот этих ламп. Не знаю, может, секрет, может, нет, но я вкратце расскажу, значит, производитель, что он делает. Значит, внутри этой лампочки есть нехромовая нить, делает диаметром тоньше или делает покороче, тем самым быстрее выгорает вот эта нить. И еще, если присмотреться вот тут внимательно, то видно на цоколе аккуратненько маленькая дырочка просверлена. Раньше, когда лампы так часто не горели, были более качественными, этих дырочек не было. Значит, разгерметизация для чего-то нужна, чтобы воздух попадал, вот видите, на этой лампе спираль целая, она бы еще могла работать. Но за счет разгерметизации она вышла из строя. То есть, это уловка производителей, чтобы поднять рентабельность своего производства, объемы продаж, хоть и снижая цены на эти лампочки, они берут объемами свою рентабельность. так и они хитрецы, значит. Что можно сделать в этом случае? Продлить жизнь. В общем-то, в действительности, это я уже и забыл, когда покупал новые лампочки. Видимо, это работает, то, что я сделал. Берем, значит, два способа. Можно, вот люстра нарисовано, можно прям, где мы подключаем люстру, подсоединить в параллель варистор. В моем случае я использую качественные вот такие варисторы V10-471-U. Но подойдут любые. Вот я смотрю, в блоках компьютерных стоят вот эти V10-D-471-U, что расшифровывается как на 470 вольт и 0,47 микрофарад. Видимо, так. А! то есть, варисторы работают по принципу 471 вольт, скачки бывают и по 600 и по 800 вольт, но они такие, что в принципе и незаметны в сети. Но этот верхний предел значит обрезает вот этот варистор. Видите, их тут побольше поставили. И второй способ это вот подключить значит к выключателю. Открываем коробочку выключателя и там же на эти же винтики вкручиваем варистор. Срок службы тем самым ламп увеличиваем. Ну, вот такая моя мысль и она как бы и на практике оправдывается. Может, это и предвзято, но может, лампочки стали делать лучше, но гореть, перегорать лампочки стали меньше. Давайте на практике подключу хотя бы вот это покажу вам, как я подключил варистор значит на месте на лампе и заодно я как раз вы увидите у меня было видео я где делал датчик освещенности да, датчик включения и я как бы сейчас тестю уже недели наверное две подключил этот датчик света в принципе работой довольной давайте пойду покажу вам и так вот видим датчик света все подключено опускаем ниже смотрим значит холдер вот это холдер значит датчик рылюшка и вот видим значит вот здесь вот стоит варистор между фазой и 0 вот сюда я воткнул и так везде в чем значит разница подключать в люстре и значит на выключение и в чем разница куда нам поставить или варистора сюда или сюда ну как удобнее в принципе на люстре вам надо только отключить будет сам вот эту клавишу выключатель проверьте индикаторные отвертки напряжения и спокойно вкрутить значит в клеммник соединение проводов на люстре если же вы идете подключать этот варистор также в параллель на выключателе то вам надо отключить автомат на щетке которая отвечает именно за вот этот выключатель и естественно проверить прежде чем приступить к работам обязательно индикаторной отверткой и тогда можно здесь работать ну как удобнее я где-то поставил на розетке то есть на выключателе а где-то поставил на самих светильниках ну вот кажется и все спасибо кто просмотрел видео до конца ставьте лайки подписывайтесь на канал заходите там есть разные плейлисты смотрите можешь еще что-нибудь выберите посмотреть это был майер и до новых встреч спасибо ты заходи если что